Но зато на входе в этот магазин мы увидели вот это. Всем приветики, мои дорогие. Я сижу здесь в комнате, как вы видите, на кровати. Пошла немножко с вами поделиться. В общем, мы сегодня особо ничего не делали. Я с утра отвезла дочу только в школу. Ну и потом, как всегда, вам новости сделала. И так поприбиралась, пропылесосила, вообще, домашние дела. И потом мы с вами поехали в китайский магазин, чтобы посмотреть там занавески. Мы совсем забыли, что у нас занавески есть. Мы их купили, когда мы сюда переезжали. Прозрачные такие, поэтому мы их повесим. Но зато на входе в этот магазин мы увидели вот это. Продолжение следует... 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 то есть даже, может, в конце ноября, в начале декабря будем наряжать дом, потому что, во-первых, для вас хотим показать, ну и чтобы как-то дольше порадоваться этим всем. Там столько красивых вещей, как вы видели, прям, ну, даже и стоят. Они такого же качества, как и в больших гипермаркетах, да, где продаются всякие ёлочные игрушки, но такого ассортимента, прям ёлочные шары, вот эти с блёстками внутри, с какими-то мишурой внутри, то есть фантазия такая, нет такого в испанских магазинах, как у нас. Только в китайских такое можно найти, и заодно мы увидели вот это. Да, мы купили новую ёлку. Эта ёлка 2 метра 10 сантиметров, то есть огромная ёлка. Называется она Сибирская ель. Она такая толстая, прям ветки огромные. Это та ёлка, которую на видео видно, где она стоит 129 евро 50 центов. Стоит она дорого, да. Но она такая широкая, такая объёмная, прям мясистая, знаете, такая вот не голые куцые вот ветки такие, знаете, которые прям чем не заполняют, всё равно она выглядит плошенько. А это прям такая мясистая, толстая, много веток. Они такие жирненькие, знаете, добротные такие. Так очень приятный. Такую ёлку прям аж даже просто так поставить красиво. И в итоге я позвонила мужу, он сейчас по работе уехал, уехал с города. Позвонила ему и говорю, муж, я нашла ёлку замечательную. Ну я ему сказала, сколько стоит. Он говорит, ты что? Я говорю, ну так она, посмотри, какая она сделала мой видеозвонок. Он говорит, да, бери. Почему? Потому что у нас есть ёлка, которой уже 5 лет. Она пережила несколько переездов. И она и так сама по себе. Она была красивая, но она даже далеко не такая вот, как эта, да, не с таким количеством веток. Поэтому мы решили купить эту. И та уже была такая, ну, там много этих волосинок, этих зелёных попадало уже. Она не очень крепилась удобно. Ну, в общем, всякие истории, когда нужно уже менять было. Ну и мы решили, что в этом году, поскольку мы ещё и вам снимаем на YouTube, то как-то грех не поменять, да, чтобы было красивее. Поэтому я уже давно мужу говорила, что хочу новую ёлку новогоднюю. И вот я даже не думала, что я её найду. Я в конфораме, вы видели, когда мы ходили в конфораму покупать вот этот вот комод для ботинок, да, и вешалку вертикальную, то я увидела там ёлочные игрушки. Ну и увидела ёлки. Но ёлки там стали столько же, сколько это. Но они прям были голые практически, понимаете. А это такая, вы сами увидите, на Рождество, какая она будет. Просто прекрасной, неимоверной красоты. Как будто бы ель взяли с Сибири, отпилили её и привезли к нам. Вот как настоящая ель. И очень-очень красивая. В общем, стоила 129 евро 10 центов. И я мужу сказала, что чуть попозже, как придёт время, я пойду туда, и это, наверное, полмагазина скуплю. Потому что я не могу стоять. Там такие красивые игрушки. Там олени какие красивые, декоративные. Ой, так столько красоты. Я обожаю Новый год. Обожаю, это мой самый любимый праздник. Больше, чем мой день рождения. Больше, чем что угодно. Новый год, Рождество, вот наряжать дом. Я обожаю. Поэтому мне было очень тяжело не перекупить ещё что-нибудь. Но я купила лишь ёлку. Потому что это самый главный элемент. И пообещала мужу, что в конце ноября только лишь отправлюсь сюда, чтобы покупать всё остальное. Так что вот так. Мы купили ёлочку, поехали в Меркадон, закупились в Меркадоне. Но я не снимала что, потому что это тот же самый набор продуктов, как и всегда. Ну, ещё купила, в принципе, да, то же самое фруктов, подкупила немножко овощей. Мясо бы почти не покупали. Рыбы тоже. Тоже только фрукты, овощи, какие-то такие пару вещей. Хлеб, печенье, мусорные мешки. Ну, базовые вещи для существования. И всё. А сейчас у нас уже почти 4 часа. Мне скоро ехать за дочей. Перед этим попью чаёчку с шоколадом. И потом поеду за дочей. Что? Увидимся. Поехала я Заречка. В этом садила даже кофту к платью с баскетками. Потому что холодно. На улице прохладный и сильный ветер. Вышли мы с мужем опять уже вечер в спортивной одежде. И несём здесь вещи, которые у нас ещё оставались, чтобы выбросить. Точнее, положить, если вдруг они кому нужны. Это для кровати. Планки эти деревянные. И муж идёт впереди. Будем оставлять нашу первую ёлку, которая у нас была. Раз у нас сейчас новая есть. Нашу старенькую ёлочку в коробочке. Вот так. Оставим, поставим. Может кому-то она и пригодится. Почему бы и нет? Если кто-то может сэкономить. Она не в плохом прям таком состоянии. Поэтому почему бы и нет? Если кому-то это будет в помощь, то пусть будет в помощь. Ой. В общем, оставили мы вот так. Вот так вот, потому что к мусорке не хочу. Муж понёс к мусорке сейчас пакетик. И мы пойдём в консумчик. Надо коту купить мокрой еды. Если смогу что-то заснять, покажу вам, как в консуме дела привезли. Или что-нибудь вкусненькое на Рождество или нет. На Хэллоуин. Почему меня не удивляет, что мы уже кто-то позвонил? И сейчас такое ощущение, как будто ему бежать куда-то придётся. А я пока вам покажу цветочки. Смотрите, какая красота. Все ещё цветут. Ну а мы сакаса? Спасибо, идём ли мы домой. Нет, пойдём быстро в консум. И вернёмся. Так что мне опять не погулять. Вхожу заниматься спортом. В итоге потом сразу же домой. Да. Ну ладно, ничего страшного. Смотрите, покажу вам кафе. Хорошая, Шпатси он называется. Этот греческий. Всё закрыто, представляете, у нас. Всё закрыто. Потому что нет людей. Вообще, поэтому Бедные рестораны закрываются. Поднимаемся по чуть-чуть к нашей главной авеню, чтобы посмотреть, как же дела обстоят здесь. Здесь. Тут, конечно, барчики открыты. Ничего себе, с какой бутылкой женщина сидела. Смотрите, вот магазин опустел. Вообще ботинок нет, всё, обанкротился. Это наша любимая пиццерия. Очень вкусненькая пицца for you. Киоск открыт. Эти магазины огромные скидки дают. Спортивная одежда. И так одежда. Тут Tommy Hilfiger, Vira Moda, Esprit, Jack & Jones, всякие такие марки. Как называется ZZP. Таксиста, я-то никого нет, представляете. У нас сейчас сколько? В 18.03. Уже солнце садится. И вот он, наш консумчик. Поговорим, мы с курсаром. Мы скинули кочев. Пора, но... Говорю мужу, что можем пройти, пока нет машин. Смотрите, эта луна красивая. Видна. В общем, идём в консум. Пострессам, чем-нибудь заснять. Сейчас хорошенькая. Для гата, да? Для гата? Для гата? Что тут есть? Есть всё? Но чего нет, так это людей. Посмотрите, все кассы пустые, припустые. Донни, ну что ты? Ты рад. Моё, говорит кот. Ты рад. Ты рад своей еде, да. Нонька обожает мягкую еду. Обожает. Вот так, вот так, да. Донни. Ой, Донни. Ну что, ну что, кот? Что? Аси папа. Аси папа. Я трогал папа. Папа купил. Аси папа. А он маме. А он маме. Маме всё, да. Ну, пойдёшь, Арися, кормить котика? Да. Да, и поможем вам карамельки. Да, ой, мои ручки. А Донечка жадно поедает свою еду, посмотрите. Всё вылизывает. И кидает по всей тарелке уже, разогнал. Ммм, вкусно тебе, да, котя? Вот, что значит, любимая еда. В общем, в итоге мы ничего не засняли в консуме. Сейчас на кухне, потому что муж хотел зайти. Посмотрел на меня сразу, ух. Потому что ему нужно было спешить. Он только сейчас опять вернулся домой. Ему нужно было спешить по делам. Как вы уже видели, когда ему позвонили. И он мне не дал ничего заснять вообще в консуме. Ну, в следующий день пойду вам и засниму, что там есть обязательно. Но, по крайней мере, вы увидели, что в 6 часов вечера вообще людей нет. Где люди в 6 часов вечера? Никого, ни души не было. Были только мы в супермаркете. Вы представляете? То есть это первый раз в жизни. И всё, чтобы консум был пустой в 6 часов вечера. В общем, мы пришли домой. Я сейчас буду что-нибудь ужинать. Доча тоже отдыхает, поужинаем. И всё, и день сегодняшний закончен. Надеюсь, вам было интересно посмотреть этот небольшой мини-блог. Всем большое спасибо, кто подписывается на наш канал, на ваш, наш общий канал. Этим вы поддерживаете меня и развиваете наш канал. Позволяйте ему расти и становиться лучше, интереснее для вас. Всем огромное спасибо за ваши комментарии, за лайки, за пожелания. И прекрасного вам сегодняшнего вечера. Увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok